Всем привет. Организации. Больше организаций. Как же много в мире SCP организаций. На этот раз больше всего комментариев набралось за организацию фонда MANA. О ней и поговорим. Большая часть всех этих групп мира SCP хоть и считает себя самыми правильными ребятами, но преследует какие-то свои цели, не обращая никакого внимания на людей вокруг, и встретить тех, кто готов что-то делать для окружающих непросто. Но как минимум одна группа такая есть, это фонд MANA. К ней относятся 15 объектов SCP и еще в два раза больше рассказов. Не сказать, чтобы очень много, но в них видно эволюцию и развитие этой организации от маленькой кучки добрых безумцев до целого тайного мирового правительства. Хотя в мире SCP тайное мировое правительство – это штука, в которой больше слоев, чем в торте Наполеон. В переход зайдешь, а там очередное тайное мировое правительство заседает. Заговор плетет. Однажды где-то в Индии среди местных жителей расползлись слухи о том, что прямо из земли, как грибы, растут дома. Местный журналист взял интервью у одного из свидетелей этого события. И конечно же, вездесущий фонд SCP прибыл на место сразу после выхода статьи в газетах. В ходе допроса всех свидетелей было выяснено, что в одной из местных деревень странные люди проводили эксперименты по созданию доступного жилья для самых бедных. Они представлялись как работники фонда MANA. Доступное жилье было по сути гигантским грибом, который, напитаясь любым мусором и перегноем, вырастал в форме дома. Неплохое такое решение жилищного вопроса. Тогда встретить этих людей не удалось. И первая встреча фонда и фонда состоялась позже, в Африке, где фонд, тот что SCP, поймал объект SCP-514, стаю голубей, появление которых заставляет все оружие рассыпаться на части, а людей отказываться от агрессивных намерений. Прибыв на местонахождение стаи, агенты встретили группу людей, которые заявили, что работают в некоем фонде MANA. Оказалось, что эти люди и запустили аномальных птиц в надежде прекратить все войны в Африке. Но привело это к тому, что было уничтожено несколько складов оружия, что в свою очередь дало обратный эффект. Ведь незатронутые действием голубей стороны конфликтов лишь радостно пользовались перебоями в поставках оружия соседей. Многое из этой встречи узнать не удалось, потому как из-за умиротворяющего действия голубей задержать и допросить мановцев не вышло. После этого случая SCP начали пристально следить за Африкой. И однажды в Эфиопии фонд обратил внимание на странное мероприятие. Какие-то благотворители раздавали голодающим мед, который вроде как должен спасти их от голода. Но от него часть людей, которые его ели, умирали в страшных муках. Прибыв на место, агенты увидели древний гроб, труп в котором выделял этот мед. Найденный объект был обозначен как SCP-1176, а вот самих добряков найти не получилось. Попытки спасти африканцев от голода, раздавая им аномальный мед из гроба, вызывающий у некоторых смертельную аллергию, была не единственной. Также фонд Мана придумал микроорганизм, который проникая в тело человека, заставляет его кожу фотосинтезировать, как это делают растения, и превращая его в итоге в довольно странное по своей сути существо, гибрид человека с растением. Мне вспомнился мод на Fallout New Vegas, Old World Blues. Но некоторые попытки накормить всех голодающих оказываются чуть более удачными. Например, фонд Мана купил у одного безумного изобретателя устройства, которое аномальным способом увеличивает еду, что вроде уже звучит не так безумно. Кстати, этим изобретателем был SCP-2099, мозг в банке. Не снижаем планку безумия, не снижаем. Однако бегать по Африке и увеличивать бананы оказалось, хоть и в целом рабочей идеей, но не очень эффективной. Из SCP-3051, который на момент создания этого видео еще не переведен, с английского. Да, если вы читаете упоминаемые объекты, в том случае, если вы их не видите на сайте, на русском сайте, просто переключитесь на английский, они там есть. Так вот, фонд Мана переходит к более эффективной идее, создает комплекс меметических агентов, которые поражают разум высокопоставленных политиков, заставляя их менять свои взгляды и заниматься благотворительностью. Это SCP-3051, мем, который заставляет, собственно, политиков пересматривать свои взгляды. И SCP-3217, представляющий собой спам-рассылку, обладающую возможностью плавить мозги людям и заставлять их начинать активно бороться со всеми проявлениями зла, такими как коррупция и уличная преступность. Изменять общественное сознание путем запуска агрессивных мемов настолько понравилось доброму фонду, что он создал явление, которое, будучи обнаруженным фондом SCP, было обозначено как SCP-4071, смысл которого в том, что оно может стереть какие-то события из памяти всего человечества. Сложно сказать, как это помогает благотворителям, но фонд Маны и такое может. В итоге добрый фонд во имя добра начал ковырять мозги всего человечества прямо как какое-то осознание из сталкера, только чуть удачнее. Такое существенное вмешательство в мировой порядок не могло не остаться незамеченным другим фондом, который SCP, и тот начинает бороться с Маном чуть более активно, однако быстро обнаруживает, что люди из фонда Мана практически неуловимы, да и сами по себе представляют из себя хорошо подготовленных бойцов. Из SCP-2005 мы узнаем причину этого. Дело в том, что фонд Мана выделился из повстанцев хаоса, что сразу многое объясняет, ведь фонд, так же как и повстанцы, работает по большей части в странах третьего мира и использует аномалии, но в отличие от повстанцев хаоса, свои задачи считают не создание аномального оружия, а благотворительность и помощь тем, кто находится в крайней нужде, хоть иногда понимает эту задачу несколько по-своему. В общем, фонд Мана причиняет добро и справедливость посредством аномалий, будучи на самом деле довольно мощной организацией, которая, как водится в мире SCP, захватывает аномалии и создает стратегические союзы, например, с обществом защиты дикой природы Уилсона, или даже с ГОК, причем с ГОК у них вообще довольно странное отношение. Люди из ГОК буквально целыми группами перебегают в фонд Мана, при этом сам ГОК даже помогает тем, кто туда перешел, передавая им оружие и полезное оборудование. Вообще, не считая SCP, который просто отбирает у Мана аномалии, враждует эта организация, наверное, только с МКИД, но оно и понятно, ведь МКИД никому бесплатно не помогает и бедным не жертвует, да и вообще такие вещи не поддерживает. Описаний того, что из себя представляют люди из фонда Мана особенно нет. В одном из рассказов лишь написано, что они часто ходят в форме цвета хаки с зеленым и кажутся безумцами. По всей видимости, взаимодействие с агрессивными мемами не проходит просто так. Среди непереведенных рассказов, кстати, немало довольно атмосферных приключений, людей Мана в странах третьего мира, где они стараются помочь каждому в этом мире беспросветной нищеты. Есть еще и другая серия рассказов про этот фонд, что не SCP. Пожертвования от некоторых влиятельных организаций в пользу благотворителей. Шесть пожертвований и шесть рассказов, три из которых уже есть на русском. Например, доктор Развлечудов постоянно жертвует в фонд различные аномальные предметы, хотя можно сказать, что он жертвует аномальные предметы в оба фонда мира SCP. В рассказе 16 пожертвований Развлечудова описываются чудо-птицы, которые позволяют устанавливать телепатическую связь с другим человеком. Наверное, довольно полезное в благотворительности существо. Или вот Гог. В надежде на сотрудничество пожертвовал Ману боевой экзоскелет. Возможно, чтобы добираться до голодающих Африки было удобнее. Немало всего фонд Мана жертвует и Дада, потому что Дада хороший и умный капиталист, надо верить Дада. В рассказе 15 анонимное пожертвование говорится о том, что Дада прислал таблетки, известные как SCP-3866. И судя по тому, что его пожертвование имеет номер 15, Дада шлет вообще все свои изделия, чтобы помогать людям. Ну, как помогать? Люди Мана настолько промыли мозги всему миру на тему своей благотворительности, что с его представителями встречаются и главы государств, и многие влиятельные люди мира аномального, а сами последователи радикального добра обосновались на всех континентах. Самой организацией управляет Совет континентальных секретарей, каждый из которых представляет целый континент. Под конец фонд Мана становится известной организацией, в которую вступают звезды и политики, у которой есть свои гражданские активисты и представительства по всему миру. А миссии фонда присутствуют везде, где есть голод, нищета и войны, помогая всем, кто страдает. В сюжете объекта SCP-5000 фонд Мана оказывается одним из тех, кто препятствует уничтожению человечества. Так что это, наверное, единственная организация во вселенной SCP, которая не имеет каких-то темных тайн, кроме, конечно же, последствий своих первых аномальных экспериментов. На этом история фонда Мана заканчивается, но начинается другая. Ведь одно из пожертвований было сделано человеком по имени Пресцилла Лок, которая пожертвовала устройство под названием Аннабазис, которое, в свою очередь, способно соединять параллельные миры между собой, создавая, к примеру, переходы между ними или даже полностью смешанные измерения, что дало фонду Мана силу изменять мир буквально. Соединяет Аннабазис не только миры, но и хабы, потому что сам Аннабазис — это отдельный SCP-объект, SCP-2084. А вокруг него, вокруг этого объекта, строится своя отдельная история про альтернативную вселенную, из которой устройство и происходит. Человечество развивалось в том мире по совершенно иному пути. Китай победил все европейские державы во время опиумных войн 19 века и стал очень мощным государством, объединившим всю Азию. Западный же мир с центром в США стал местом, где человек жил богато и свободно, но если только белый. В общем, суть конфликта на американской китайской границе очевидна. Но об этом хабе я когда-то расскажу потом, а может и нет. А пока что пишите, какое явление из мира и Сиби мы тут еще не разобрали. Как обычно, один комментарий, один голос. Ну и вообще, вступили бы вы в такую организацию, которая видит своей единственной целью — помощь людям. Всем пока!